У-у-у, у тебя 3-4 дивизии. Чел, ты хочешь посмотреть на мои танки? Ну шо, как будто я деться от прорыва не видел. Людей точно нет. Конечно, по людским ресурсам и военным заводам Третий Рейх нас превышает. Но у нас есть преимущество. Мы учили историю и знаем, что в 41-м, по идее, Рейх должен напасть на Советов. И тогда мы можем сзади ему ударить по попке. Люблю это делать. А Советский Союз нехило такой сильный. И посмотрите на этот Коминтерм, это реально жёстко. Он тут и Финляндию забрал, и Прибалтику, и Бессарабию, и людских ресурсов у него тоже дофига. Пока мы будем ждать, как Третий Рейх нападёт на Советов, давайте вернём Индию. А попутно будем захватывать маленькие страны в Центральной и Южной Америке. Если что, кстати, у нас на гарнизоны в два раза больше человек тратится, чем на поля сражений. Да-да! Уф, в Буде добавлена идея всеобщий призыв в имперскую армию. Людские ресы на национальной провинции плюс 10. Найс. Третий Рейх объявил войну Советскому Союзу. Ну и пока что опять же не торопимся, сейчас захватим Индию, а потом переведём гивки, и как раз когда он будет подальше, захватим Ось. Замечательно. Поразительно. Гениально. Так, все высадки готовы, объявляем войну. Я дебил. Это база. И это главное. Я объявил войну до того, как дивки приплыли. Ладно, пофиг. Сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесён превентивный удар по позиции... Ну всё, танки пошли. А если танки пошли, то это всё. Ооо, людские ресурсы подлетели сюда. Оправдавая цель войны на Панаму. Объявляем войну. Получим лишние паблики. Выбираем Панаму. Почти все дивки Индии пропали в котлах. Так что, просто идём на Дели. Где же меня замужем ней? Крилом закрывали! Всё. Индия капитулирует. И Великобритания ещё сильнее расширяется. Также у нас есть цель войны на Пакистан, Мьянму и Бирму. Так что их тоже сейчас заберём. Новый танк. 5340 прорывом. Неплохо. Просто жесть. Вот этот танк мы уже используем. С 43-го года, в 41-м. И давайте современный будем изучать. Я не знаю, сколько будет. Прикиньте, на современном будет где-то там 2000 нафиг. Вот сейчас нам добавилось по факту почти что 400 прорыва. Не могу поверить. Объявляем войну Пакистану. Объявляем войну Бангладешу. И Мьянме. Падгладеш капитулирует. Пакистан капитулирует. На Кастарико. Правда на цель войны. Объявляем её. Так, Кастарико тоже капнули. Так. И Бирма тоже. Ну вот это я называю Великобритания просто. Тем временем идут бои за Москву. Ну а мы так-то готовы. Быстренько переводим дивки сюда. Я думаю объявить войну Рейху. И быстренько отвести на себя дивки. И советы всё-таки будут держать на себе огромный фронт. У них ещё много дивок. Я надеюсь я не смогу что-то сделать. Блин, ну они что проходят? Это жесть. Реально совок полный ноль. Но для меня это идеальный момент. Потому что фронт сейчас просто больше некуда. А им надо будет дойти до Урала, чтобы капнуть. То есть время ещё есть. Всё. Выполнилась цель войны. Сразу же уйду в Францию. Так, развертываем все самолёты мира. Франция высаживается в коммунистической Финляндии. Нет! 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 Дерьмо! Сталинград тоже взяли. Ну что, вы готовы дети? Мы готовы. Это сейчас будет тупо изи. Видим, что Советский Союз ещё на самом деле даёт капитуляции. Так что мы сейчас просто разрываем всех. Блин, ну это серьёзно, конечно. Неплохие тут коплы. Берём контроль над Альянсом. Мы будем сражаться во Франции. Мы будем сражаться на морях и океанах. Мы будем сражаться с крепчайшую верностью, крепчающей силой в воздухе. Мы будем сражаться на пляжах. Мы будем сражаться на вражеских плацдармах. Мы будем сражаться в полях и на улицах. Мы будем сражаться в холмах. Мы никогда не сдадимся. Египетская сила. чего падение влади а точно там еще японии приглашаем данью в объединенный китайский фронт правильно ничего необычного что там совок блин совок даже при том что мы почти все свои девки оттянули рейха даже так он проигрывает ну ладно у него еще 17 процентов там надо до урала дойти вот так вот вот так вот вот так вот еще он все людские ресурсы обменя прям сейчас его 5 все было отлично но я решил модернизировать танки и в итоге на западном фронте меня сильно пробили так как организации не стало поэтому моя группировка разделилась на две части одна пошла ближе к бресту и там остановила врагов по реке а другие начали стоять в двух провках в амстердаме и в порту ну а третья была на севере германии и мне пришлось как-то камбэкать но как он быстрее меня туда доходит если я раньше направил туда дивку но как вы видите при всем моем желании это было очень сложно и я ушел в долгую я пошел на дэв просто сидел и дэвов ся дэвов ся и дэвов ся продолжал делать новые девки и понемногу укреплялся на хороших местах также делал контрнаступление тем самым коту спустя время моя северная группировка соединилась амстердамом наконец-то потом было очень много попыток соединиться с западной группировкой но я все не мог и не мог но в какой-то момент я решил пойти на восток чтоб отогнать дивки и я смог союз уже капнул но при этом я был очень сильным поэтому все дивки отвелись на восток и после этого я взял вену а также сделал автоплан на запад я взял штутгарт и франкфурт после этого немцы капитулировали это была победа 46 год все-таки немцы капитулировали просто невероятные эмоции я если что это записывал примерно четыре дня конечно усатого джо еще остались союзники в лице франции италии болгарии и румынии которые тоже в рамке но все же нам будет намного легче их захватить чем усача но это будет следующая серия с вами были братьевы реки всем удачи и всем пока